Сегодня День Археолога. В Украине этот праздник, учитывая весомый вклад украинских ученых-археологов в развитие отечественной науки, в исследование, сохранение и популяризацию археологического наследия государства, согласно указу президента, стал официальным в 2008 году. На всю страну уникальными находками неоднократно прославлялись и запорожские археологи. Сегодня они принимали поздравления от областной власти. Здесь, в реставрационном ангаре на острове Хортица, собраны уникальные находки запорожских археологов. В свой профессиональный праздник они с гордостью презентуют их, сравнивая с драгоценными камнями, которым еще предстоит придать огранку. Совершенно роскошные находки якорей, находки ямной культуры на острове Хортица с памятника генералу К2. И я так думаю, что это как обычно, это только начало комплекса, потому что генералка 2 в этом году дала прекрасные результаты. Там просто фантастические архитектурные объекты выходят, и в будущем там, наверное, будет очень хороший музей. Главная задача на сегодня – реставрация и сохранение уникальных находок. Это важно для исторической памяти будущего поколения и формирования современного европейского государства, считают на национальном заповеднике. Посмотреть на результаты коропотливого труда запорожских археологов. Сюда приезжают тысячи туристов из разных уголков мира. Но и это далеко не предел, убежден председатель Запорожского. Власть, по его словам, как запорожская, так и государственная, активно работает над созданием концепции развития заповедника. Для этого по инициативе руководителя области создана специальная межправительственная группа. Александр Пиклушенко предложил также активно развивать на Хортице и велотуризм. Что же касается государственной концепции, то она, вероятнее всего, будет презентована в следующем году. Тем более, что в этом вопросе наша область, говорит руководитель региона, имеет поддержку президента Украины. Продолжение следует...